Назар Головченко – волонтёр со стажем. Кубок конфедерации – это 53-е мероприятие, на котором он занимается общественно полезным делом. Назар отмечает добровольцем, он работает ради идей. Но возможностью приобретать новые знания и навыки, конечно же, пользуется. Такая деятельность для нынешнего студента и будущего специалиста вполне может стать первой ступенькой к получению уже оплачиваемой должности, уверен волонтёр, а в скором времени техник-программист. Помогать людям – это круто, это весело. Увидеть улыбки людей, которым ты помогаешь, это вообще очень-очень круто. Я участвую в каждом мероприятии, в каждой акции, в каждом субботнике мы участвуем и стараюсь проявлять себя во всех мероприятиях и показать, что молодежь в Сочи – это круто. Мы не безразличны к нашему городу, поэтому мы стараемся принимать во всех мероприятиях участие, в том числе и городских. Награда за активную жизненную позицию, а главное – внимание со стороны руководителя Олимпийского Сочи мотивирует идти дальше, признаётся Назар. А вот худрук молодёжного творческого центра имени Артура Тумасяна напротив говорит, что его такое внимание даже смущает. Работа с детьми для Сергея Бадоляна – это дело жизни. И он совсем не ждёт наград за воспитание молодёжи. Хотя работа проводится масштабная. В творческом центре с юными сочинцами занимаются хореографы, вокалисты, художники. Преподаватели охватывают самые разные творческие направления. А буквально накануне здесь прошёл фестиваль граффити. Всё это – дело рук в том числе сочинской молодёжи. Наша культура слишком велика и большая, чтобы какие-то были помехи для развития собственной истории и собственных танцевальных направлений, музыкальных и так далее. Всё делается ради того, чтобы в будущем в нашей стране были нормальные дети, нормальная молодёжь, чтобы у них были ценности какие-то, которые русскому человеку присущи прежде всего. То есть, чтобы они хотя бы не курили в школьном возрасте. Творчество, молодёжное самоуправление, спорт, волонтёрство – это лишь немногие сферы, в которых достигнуты серьёзные показатели победы. Сегодня среди награждённых благодарственными письмами главы города Сочи 37 представителей молодёжи. И именно в их силах, подчёркивает Анатолий Пахомов, привлечь в свои ряды ещё больше молодёжи. Молодёжь другая. Вот, откровенно говоря, мне очень это приятно. У каждого сочинского парня есть гордость за его город. Именно в его городе проходят такие событийные мероприятия. Именно его город является гордостью России. И, естественно, каждый понимает, что у него огромные возможности. Как в спорте, начинать можно с детского возраста, так и в получении хорошей специальности. Задачу же активистов, отмечает мэр, не останавливаться на достигнутом и подтверждать звание лучших.